Дом по улице Солнечная, 54, введен в гражданский оборот по суду. На руках у людей свидетельства о собственности, но они не дают ни электроэнергии, ни газа. Обязательства застройщика выполнить тех условия остались на бумаге. И ту подменили. У нас договор на дом, нам дали второй на 150 тысяч, а мы заплатили больше миллиона. Когда мы вышли за свидетельство, первый договор взяли, порвали и дали нам другой договор. А почему вы тогда не спросили у застройщика, который вас обманывал, и вы фактически были пособниками, вы же в администрационную службу-то предоставляли договор. Тот, который вот столичка стоит. Чего же вы шли на поводу у мошенников? Вы бы сказали, да не, мы же вам 2,5 миллиона заплатили. Вы укажите в договоре истинную стоимость. Вот это как раз и есть средство, которое муниципалитет должен получить в виде налогов, в данном случае НДФЛ, и решить вопрос и с газификацией, и с детскими садами, и со всем остальным. Покупатель претензий к застройщику не имеет. Под этой строчкой расписались все жильцы дома. Сегодня один выход – идти в суд и заставить его завершить стройку. Это застройщики ваши должны делать. То, что они не доделали. Будем понуждать. Это единственный вариант. Нам сейчас что сделать? Суд на них подать? На кого? На застройщика? Ну вообще исковое надо писать. Понуждать, потому что время очень быстро идет. И об улучшении электроснабжения, и о газификации. Раз у вас в договорах должно быть написано. Первый договор есть. А во вторых, что, нету газификации? Нет, нет. Ну что, ни у кого первого договора не осталось? Нет, первый договор. Ну так вот это надо нести в суд. Энергоснабжение дома по улице Солнечная, 54 – история тоже незаконная. Договора между управляющей компанией и энергоснабжающей организацией нет. Обращение направлено на надзорный орган, который также должен встать на защиту интересов людей. Сейчас в администрации города прорабатывают варианты обеспечения новостройки дополнительными источниками энергоснабжения.